Здравствуйте! Сейчас речь пойдет о посадке азимового чеснока. Как правильно посадить азимовый чеснок? Азимовый чеснок я уже посадил, сделал это в конце сентября в последних числах. Что можно сказать по этому поводу? Очень важно правильно и вовремя посадить азимовый чеснок, так как без этого никак не получить хорошего урожая в следующем сезоне. Как сажать азимовый чеснок? Уже рассказывал и показывал неоднократно, но сейчас еще немного на эту тему, я думаю, есть смысл поговорить. Очень много вопросов поступает. Основной урожай чеснока на моем дачном огороде получаю за счет как раз именно азимового чеснока. Есть еще и яровой, но пока к нему присматриваюсь. Головки у него вырастают крупнее, чем у ярового. Правда, чтобы они завязались и выросли нормального размера, приходится обязательно выламывать стрелки. Мой чеснок стрелкующийся, но эта проблема небольшая. Тем более, что молодые стрелки довольно вкусны и их прекрасно можно использовать в пищу. Предшественники при выращивании чеснока очень важны. Например, хороший предшественник помидоры. Причем хорошо грядки чеснока размещать между будущих грядок морковки. Это чтобы во время вегетации чеснока зловредная муха, поражающая чеснок, она не терпит морковного запаха, держалась от этих мест подальше. Учелы то, чтобы это место в следующем году, уже после уборки чеснока, как раз бы подошло под высадку молодых усов клубники. Потому что чеснок как раз очень хороший предшественник уже для клубники. Это тоже очень важно учитывать. Перед тем, как вскопать выбранные места под чеснок, внес на каждую грядку по два ведра песка, потому что давно туда его не вносил и земля там оказалась довольно тяжелая. А вот перегноя добавлять не стал, так как внесенного количества под прежнюю культуру хватит и чесноку. На семена отбираю только самые лучшие головки чеснока. Это самые крупные и здоровые головки от растений, максимально сохранивших все сортовые признаки. Все нетипичные по срокам созревания, по виду головок, стрелок и тому подобное. Растения чеснока на семена никогда не оставляю. Головки чеснока разделяю на дольки заранее. И поврежденные при этом зубчики для посадки не использую. Для оздоровления всей своей мини-плантации чеснока периодически, раз в несколько лет, применяю выращивание чеснока из бульбочек. В зависимости от местных условий выращивания, в разных регионах садят чеснок под зиму в разное время. В нашей местности, напомню, Алтай-Барнаул, наиболее приемлемый срок посадки озимого чеснока выпадает на конец сентября, первые числа октября. В этом сезоне, повторюсь, сажал озимый чеснок в конце сентября. Сажу чеснок на грядках редками. Расстояние между редками 15-20 сантиметров, а между растениями в редке 10-15 сантиметров. Можно сажать чеснок и погуще, но предпочитаю дать ему побольше пространства, чтобы он лучше рос и завязал головки покрупнее. Делаю специальной палкой-сажалкой посадочные гнезда ямки на грядке глубиной 5 сантиметров. Для разных регионов глубина посадки может быть разная. В каждую приготовленную ямку опускаю дольку чеснока донцем, где корешки вниз. Тут следует проявить внимание, это обязательно. После посадки все ямки аккуратно заравниваю и сразу засыпаю грядки чеснока заранее приготовленной мульчой. Использую для этого старую сосновую хвою. Толщину мульчирующего слоя делаю не менее 10 сантиметров. Потому что у нас, к сожалению, зимы частенько бывают очень суровые и посадки чеснока нуждаются в защите от морозов. Особенно это помогает, когда зима случается очень морозная, но бесснежная. На грядку чеснока 5 квадратных метров расходуется примерно один плотно заполненный мешок, но который на 50 килограмм хвои. Поливать посадки чеснока под зиму не следует. Это совершенно излишне. В случае, если после посева грядок остаются излишки посадочного материала чеснока, то их высаживаю вокруг яблонь, смородины и кустов других ягодников. Сажу чеснок прямо по земляным буртикам, окаймляющим деревца и кусты. Можно также для посадки использовать места между кустами на грядках клубники. Лучше молодой. Чеснок этой культуре скорее помогает, чем мешает. Такие посадки тоже присыпаю хвоей. На этом осенние посадочные работы с чесноком заканчиваются, и можно спокойно дожидаться весны и майских дружных всходов чесночка. Если все делать правильно и с любовью, то и чеснок не подведет, а в свою очередь непременно порадует хорошим урожаем. Чего я пожелаю всем огородникам? Выращивать чесночок, получать хороший урожай, кушать его с удовольствием и побольше, и быть здоровыми, поскольку это замечательное лечебное растение. Всем всего самого доброго. До свидания.